Вы знаете, я, честно говоря, очень рада сегодняшнему событию. И понимаю, конечно, что мы стоим на пороге очень большого исторического события. Это неочевидные выборы президента. И я вот только сейчас на этой встрече говорила о том, что такое выбор. Вообще в философском смысле этого слова. Конечно же, это такое понятие, которое определяет наше будущее всегда. Но какой мы сделаем выбор, таким и будет наше будущее. И я думаю, что выбор нашего народа в этот раз будет именно таким, который продвинет его в пользу каких-то очень больших достижений. Сейчас, если строить большое, настоящее, открытое гражданское общество, надо быть открытым. Надо уметь открыто говорить обо всем, что происходит в стране. Вот вчера у нас были такие интересные сессии, где мы от ведущих политиков нашей страны, государственных деятелей, членов Сената, услышали очень интересные мнения по поводу внешней и внутренней политики Узбекистана, по поводу экономики Узбекистана, по поводу того, куда мы сейчас двигаемся. И естественно, что страна с такой культурой, с такой богатейшей, потрясающей историей, она будет двигаться вперед. Я в это верю. Вы знаете, вот интересно то, что, наверное, вот после всех этих горестных событий, которые были совсем недавно у нас в Узбекистане, наверное, все-таки была создана уже система из-за того, что наш народ сохранил все равно свою стабильность. Оно, конечно, бесценно совершенно. Сохранил стабильность, сохранил вот эту доброжелательность, сохранил вот необыкновенную такую, как вам сказать, вот открытость по отношению к людям, всех религий, всех национальностей. И естественно, что сейчас в стране, так же, как и испокон веков, проживает более 130 национальностей. И у этих людей у всех абсолютно равные права в выборе. Вы понимаете, вот есть такие расхожие выражения в жизни, над смыслом которых не очень всегда думаешь по-настоящему глубоко. Но вот все то, что происходит на этой площадке, в этом пресс-клубе негосударственных, телевизионных и радио, там, печатных, средств массовой информации, это вот прямое свидетельство этого, что это наш общий дом. Потому что здесь каждый чувствует себя, ну, как вам сказать, абсолютно востребованным. И здесь за эти два дня побывало огромное количество специалистов в той или иной области, и люди, которые профессионально занимаются правами человека. Выступали здесь представители великолепных наших конфессий. То есть это люди божественные абсолютно точно. И наш муфтих Азрат Лара, и тот же Викенти, митрополит ташкентский. Это люди и представители других конфессий. И вы знаете, это просто великолепно, что они имели равные возможности говорить. Несмотря на то, что практически в Узбекистане 94% населения исповедует все-таки ислам. Но тем не менее, вот если от этих 32 миллионов отделить эти 94%, то можем сказать, что огромное количество людей имеет возможность своего воли изъявления исповедовать и православие, православное христианство, и исповедовать другие, как говорится, религиозные вот эти вот воззрения. Но это замечательно. Мне кажется, что это дает очень большую надежду на то, что все-таки в стране за эти 25 лет была создана система. А это, пожалуй, самое главное. Когда люди чувствуют себя комфортно.